здравствуйте дорогие невесты мы продолжаем удивительное путешествие по миру выездных регистраций и на очереди у нас индивидуальный сценарий сегодня будет волшебно сегодня будет красиво трогательно и я надеюсь что очень полезно и так как всегда я подготовила для вас файл который вы можете открыть он находится в описании к этому видео переходите по ссылке и там для вас полноценный конструктор некий такой макет по которому вы можете создавать свой индивидуальный сценарий на выездную регистрацию брака сразу скажу что обычно этим занимаются профессиональные сценаристы но если вас посетило вдохновение вы можете подготовить сценарий самостоятельно прошлый раз мы с вами говорили о том из чего складывается сценарий на выездную регистрацию брака классический сценарий мы разобрали 4 основных элемента 4 части которые содержат себе подчасти я надеюсь что эту информацию вы запомнили ну или во всяком случае если не смотрели еще то видео посмотрите чтобы я уже два раза не повторялась вот периодически мы будем к те кто информации возвращаться и так открываем файл конструктор индивидуального сценария как я уже сказала это совершенно другое несмотря на то что два этих сценария загсовский и индивидуальный существует по одним и тем же принципам тем не менее это два колоссально разных варианта которые вы можете использовать на своей выездной регистрации и так индивидуальный сценарий чем он отличается от загсовского в первую очередь тем что этот сценарий написан про вас для вас на основе истории вашей любви на основе истории вашей семьи насколько вы помните когда мы говорили про загсовский такой шаблонная части текст он начинался с вступительной части это приветствие гостей приветствие жениха и невесты здесь в индивидуальном сценарий добавляется пролог что я имею ввиду пролог это некое превью это некое действие которое может погрузить ваших гостей в определенную атмосферу то есть данном случае это может быть загадровый голос это может быть номер я вот даже варианты вам здесь представила это может быть видео love story или что-то еще то есть то что позволит создать определенную атмосферу если вы невеста которая только начинает подготовку к своей свадьбе не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл который я приготовила для вас если пролог не предусмотрен на выездной регистрации мы сразу же переходим к приветственной части и в данном случае здесь уже нестандартное приветствие как мы иногда говорим про девушек регистраторов которые отчасти как роботы ведут выездную регистрацию шаблонными словами с шаблонными интонациями произносит свой заученный текст отчасти никому не интересный в данном случае приветствие это некая персонализация в данном случае мы налаживаем контакт с аудитории где главная задача выездного регистратора это наладить контакт и погрузить гостей в определенную атмосферу создать настроение и так двигаемся дальше и следующая часть это приветствие насколько вы помните в загсе и стандартных загсовских текстах у нас нет отдельного приветствия жениха и невесты у нас есть общий их выход в данном случае индивидуальный текст темы хорош что здесь разделяется выход жениха и невесты и в данном случае вы можете добавить выход не только жениха и невесты раздельный но еще и выход друзей подружек детей ангелочков и все что вам захочется что люблю использовать я на выход жениха я люблю представлять жениха через и вот я даже выписала вам определенные постулаты через ощущение что впервые почувствовала невеста что впервые почувствовали вы когда увидели свою вторую половинку или например каким вы видите своего супруга каким вы видите своего будущего мужа сейчас в данный момент жизни какой он для вас как он изменил вас как он изменил вашу жизнь или что поменялось в нем или например если бы можно было описать избранника всего лишь одним словом чтобы это было именно такие детали и создают атмосферу на выездной регистрации брака и позволяют ей быть полноценным процессом целым действием таким красивым спектаклем представления но мы двигаемся дальше и следующая часть это представление невесты в данном случае я использую все те же инструменты что выше перечислила при представлении жениха если невеста появляется не одна а в сопровождении зачастую невеста появляется сопровождение своего папы это обязательно нужно подчеркнуть на этом обязательно нужно нужно акцентировать внимание ну а мы подходим к основной части индивидуального сценария и здесь уже в основную часть ложится история пары это самое важное это самое главное я обычно рассказываю историю не в лоб я ее рассказываю через самые яркие моменты которые ребята пережили вместе особенно если они знают гости пускай не все но если какая-то часть гостей знает о каких-то ярких моментах об этом нужно и об этом важно рассказать точечная персонализация если пару познакомил друг общий друг или может быть они познакомились на вечеринке или на свадьбе людей которые сейчас присутствуют зрительным зале об этом важно рассказать это будет интересно дальше это могут быть совместные открытия это могут быть совместные достижения это общая карта мира это путешествие которые пара совершила за тот период которая она прожила вместе это все невероятно интересно это все не это все невероятно интересно пережить вместе с гостями и вспомнить об этом во время свадебной церемонии это могут быть и оригинальные подарки которые вы подготовили друг для друга, сюрпризы, которыми вы радуете друг друга изо дня в день. Или, например, понимание любви. Как именно вы понимаете слово «любовь»? Что для вас есть любовь? Можно поразмышлять. Основная часть завершается, и мы переходим к кульминационной части. И в отличие от классического текста, здесь в индивидуальном сценарии есть место клятвам. Клятвы могут быть юмористические или трогательные. Клятвы мы с вами уже разбирали и обсуждали, поэтому смотрите те эфиры, которые были выпущены раньше. Ну а далее у нас официальная часть. И сюда входят официальные вопросы. Если вы хотите поставить во время выездной регистрации подписи, подписи тоже здесь. Также здесь обмен кольцами и заветное объявление мужем и женой. Конечно, не забывайте про поцелуй. Это тоже важно. Завершает свадебную церемонию поздравительная часть. Ее также важно прописать в сценарии, в индивидуальном. Сюда могут быть включены приятные слова для родителей от регистратора и передача слова им. Далее они поздравляют вас. Невероятные возможности для нас открываются в индивидуальном сценарии, который пишется для вас, который пишется про вас на основе истории вашей любви, как я уже сказала, на основе истории вашей семьи. У каждой семьи есть своя история и ее нужно рассказать. Это история, которую вы можете передавать из поколения в поколение. Это история, которая важна для семьи и для того, чтобы она была крепкой. Поэтому я всегда желаю своим парам с особой трепетностью относиться к написанию индивидуального сценария, потому что это некий гимн вашей любви. Ну и прежде чем завершить этот эфир, я бы хотела вас познакомить со своими основными тремя постулатами. Их всего три, но при написании сценария я всегда ориентируюсь на них. Во-первых, я никогда не рассказываю историю любви в лоб. Что я имею в виду? Ну, например, Петя познакомился с Наташей в офисе. Их взгляды пересеклись и чувство родилось. Именно в этот момент началась их история. Вот эта история написанная и рассказанная в лоб. Немножко косноязыка, банально и отчасти глуповато. Такие истории слушать совершенно неинтересно. Поэтому историю любви я всегда зашиваю внутри сценария и рассказываю ее через те инструменты, о которых я рассказала вам чуть-чуть повыше. Сейчас я вам прочитаю отрывок из индивидуальной речи, и вы поймете, что вот тот кусочек, который вы только что услышали, звучит гораздо ярче и эмоциональнее, чем то, что я симпровизировала буквально 30 секунд назад. Итак, вы когда-нибудь задумывались над тем, насколько удивителен мир, в котором мы живем? Насколько удивительны мы с вами? 7 миллиардов людей, живущие в разных уголках земного шара. Мы отличаемся культурой, традициями, жизненными ценностями и даже устремлениями на нашем пути. Но есть одно чувство, которое находит отклик в каждом сердце. Это любовь. Ей не подвластны расстояния и время. Она говорит на всех языках и не подчиняется законом людей. Она объединяет всех нас. Она объединила и нашу пару. Согласитесь, такие фразы звучат более объемно. С них интересно начинать выездную регистрацию. Мы сразу же увлекаем наших гостей в действие, которое будет происходить. Еще один постулат. Моя свадебная церемония не длится дольше 15 минут. Это важно, потому что внимание гостей очень сложно удержать. После 20 минут, какой бы интересный текст не был, он становится уже неинтересным. Поэтому как уместить историю любви, например, пары, которые в отношениях уже 10 лет в 15 минут, это задача сложная. Но сразу вам скажу, возможная. Ну и последний постулат. Мой идеальный сценарий 3-4 листа. Надеюсь, все те советы, которые сегодня я для вас подготовила, вы возьмете на заметку, будете этим пользоваться. Также обращайте внимание на тот файл, который я для вас подготовила. Все то, что мы обсудили, проговорили. Это конвай, этот конструктор доступен вам по ссылке. Пользуйтесь. Ну и такой небольшой фидбэк о том, что мы с вами уже проговорили. Макет сценария для выездной регистрации брака достаточно простой. Он состоит из четырех основных частей, мы с вами обсудили. Это вступительная часть, это основная официальная часть, это кульминация и завершение. Это рыба. Рыба, наверное, не очень хороший пример, да? Это некая леска, на которую вы будете нанизывать бусинки. Это история, это представление жениха, невесты, это клятва, это дополнительные традиции. И вот то, как умело вы будете нанизывать эти бусинки на леску, у вас получится либо полноценное ожерелье, либо детские бусы, что тоже неплохо. На этом все. Пока-пока. Приятной свадебной подготовки!